Добрый день! Это вторая серия проекта Окрестности. Мы гуляем и рассказываем об окрестностях Ленинградской области. Очередная окрестность, очередная история. Сегодня мы находимся в Сосновом Бару. И сегодня мы попытаемся вам рассказать об окрестностях этого района, об его истории, о Ленинградской атомной электростанции и других достопримечательностях. Я, Григорий Михайлов, буду сегодня вас этому просвещать. Сегодня я хочу представить нашего нового члена команды. По совместительству он хотел с нами работать. Это Никита Кожедаев, фоторепортер и человек, который учится с нами в одном университете. Но это уже совсем другая история. Мы продолжаем путешествие по Сосновым Упорам. Сейчас мы находимся на улице Мира. Точнее, мы уже прошли. И немножко по нему в историю. Изначально это были новгородские земли. То есть до 17 века, до лазения Новгорода. Но в 17 веке мы потеряли эти земли благодаря шведам. Шведы их завоевали. И в конце 17 века, благодаря войне с Петром, Петр отвоевал эти земли. И эти земли перешли на территории Российской империи. В 1958 году мы, еще не временного полосполкома, мы переименовали эти места как по строительству нового объекта, нового города. И все это было связано с тем, что на бережье реки Куаши можно было построить атомную электростанцию. И мы находимся в Андерсенграде. Это такой детский юношеский комплекс, в котором снова работает ледо. И сейчас мы пойдем туда. История этого Андерсенграда заключается тем, что его начали возродить в 1975 году. То есть строили его военные, рабочие и люди, которые работают на атомной электростанции. Основной этот город Андерсенград строили для детей. Для того, чтобы дети здесь развлекались и развивались. Открыли же Андерсенград в 1 июня 1980 года, к 175-летию Ганса Кристиана Андерса. Ибо этот комплекс Андерсенград, здесь и есть название Андерсенград в честь Ганса Кристиана Андерсена. То есть здесь собраны все книги, рассказы, которые писал Верий. История удивительна в своей истории. И здесь собраны все персонажи сказки Андерсена, которые мы в детстве любили читать. И хочу добавить одно. То, что читайте книги, развивайте своих детей, чтобы люди понимали, учили и знали, кто такой Андерсен, и кто такие Белоснежка, и другие, еще Кумчик, и другие рассказы. И благодать. Сейчас мы находимся в большом, огромном, красном паре. Очень любимее тем, что очень много сосен. Здесь очень весело. По крайней мере, здесь дети катаются. Здесь очень большие горки. У меня, кстати, не обоюдное желание, чтобы здесь прокоситься. Здесь очень спокойно, так сказать, благодать. Сюда можно приехать, отдохнуть, так сказать. Тише и благодать. Возу здесь обалденно чистый, я могу сказать. Лучше, чем на окраине нашего города. Здесь люди отдыхают. Обычный субботний вечер. Мы гуляем. И нам здесь действительно хорошо. Народ, приезжайте. Здесь очень красиво. Сейчас мы находимся возле храма Неопалимая Купина. Этот храм сам по себе необычен с первого взгляда. Вот этот храм необычен тем, что он сам по себе, форма его очень необычная. Храм представляет собой в виде треугольника и в совершении купола. Если убрать купол, то с первого взгляда не поймет, что это вообще храм. Храм назван в честь Неопалимой Купины иконы, которая сама по себе на Руси считалась защитницей от пожаров, катастроф и других катаклизм. Храм начали возводить в начале 90-х годов. Храм, место по строительству осветил ленинградский ладожский Иоанн. И в 95-м году, к 50-летию победы, в Великой Отечественной войне, храм был построен. Точнее, даже сказать, не к 50-летию победы, а к дню освобождения блокады Ленинграда. То есть произошло это 27 января 1995 года. Этот храм был открыт. Храм является очень такой визитной карточкой города. Ведь именно здесь проходит очень много службы, проповедений. Здесь проходят службы в самых главных церковных праздниках, то есть Пасхи, Крещении и многих других православных праздников. Храм очень сам по себе верующий. Он передает себе такую душевную эмоцию, чувство выражения душевности того, что люди приходили сюда и молились. Они знают, что они верят в то, что Бог существует для них. Это, можно так сказать, немножко философски относиться к этому вопросу. Одни могут говорить, что Бога нет, с другой стороны, что Бог есть. Поглядя на этот храм, я могу сказать, что храм в этом храме Бог. Итак, мы не смогли сегодня дойти до Ленинградской атомной электростанции, но немножко про нее расскажу. Первое событие, произошедшее здесь в 1967 году, это был заложен первый энергоблок этой атомной электростанции. В 1973 году она вошла в эксплуатацию, то есть уже была построена полноценная атомная электростанция. Вот если предвидеться в ясную погоду, то между двумя столбами она будет видна труба, которая ведет к атомной электростанции. На ней установил современный комплекс РБМК-1000, это то есть современный энергоблок. Но к концу 2004 года, даже можно сказать, к концу 2000-х годов, началось строительство новой ЛАЭС-2, потому что многие атомщики понимают, что ЛАЭС-1 скоро будет из контроля. И чтобы энергетику передать более на современную атомную электростанцию, они были бы застроены, была бы застроена новая атомная электростанция, чтобы на ней установить только современнейшее оборудование. Потому что, чтобы загеметизировать первую ЛАЭС, чтобы без всяких последствий, чтобы не произошло так, как произошло в Чернобыле. Это была вторая серия проекта «Окрестности». Берегите себя, берегите других. До встречи на новых «Окрестности». И так, это конечная станция «Калищи». Конечная в том плане, что у нас заканчивается ветка «Сосновый бор» Санкт-Петербург. То есть, дальше, если видны пути, то это дальше направление на Веймар. Электронный. Извиняюсь, конечно, но наш главный режиссер покинул проект, в связи с тем, что его сбьет электрон. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...